Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вот вы знаете, я бы никогда не подумал, что буду записывать такой ролик с объяснением того, что будет на этом канале. Как мне всегда казалось, это абсолютно бессмысленно и смешно выглядит. Типа, знаете, вот как эти все ролики от маленьких девочек по типу «Мое первое видео, не судите строго» и так далее и тому подобное. Просто в последнее время я немного запутался. Прямо вот самую малость, что я делаю, зачем, для кого, нахуя, но не об этом сейчас. Как вы, наверное, можете знать, моему первому каналу на ютубе за Дон Семен уже больше пяти лет. В апреле будет аж целых шесть. И за это достаточно продолжительное время по меркам ютуба, в каких только направлениях я себя не перепробовал, вы бы только знали. Я и Майнкрафт снимал, и флеш-игры там, и истории из жизни записывал. И вот, наконец-таки, я пришел к Сампу. А в Сампе я вообще пришел к критике. Как так получилось, я не знаю. И я бы вообще хотел вам рассказать историю создания моего канала с самого начала и до того, к чему я пришел вот прямо сейчас. Вот сейчас, да. И я сразу хотел бы вам сказать, что в данном ролике не будет какого-то сверхмонтажа, вернее, его вообще не будет. А также данный ролик записан целиком и полностью без сценария. Вот только вот это вступление, оно именно записано со сценарием, чтобы я примерно знал, с чего начинать. Потому что у меня такой сумбур в голове, хочется так много всего рассказать. И нужно это как-то ужимать в такой, знаете ли, рассказ. В такой маленький рассказ. То, что произошло за мной за вот эти вот 5-6 лет. И я чисто вот физически, технически, психологически не знаю, как это можно сделать. Но давайте так. Я постараюсь и к концу данного ролика, если вы, конечно же, его досмотрите, вы скажете мне. То есть, вернее, не скажете мне, а вы подпишитесь, либо не подпишитесь на канал. Поставите либо лайк, либо дизлайк. И напишите комментарий. Вот. И что-то наподобие того. Если вы готовы подписаться, то будьте готовы к тому, что каждый день в 8 часов на данном канале у меня будет выходить новый ролик с критикой чего-либо. То есть, этот канал я хочу целиком и полностью посвятить критике. Критике именно каких-то самп там деятелей и критике. Ну, и отдаленно какой-то такой приблизительно похожей критике. Вот. Я думаю, что я все сказал. Давайте начнем. Изначально я зарегистрировал свой канал, чисто чтобы попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. Я тогда смотрел сериалы по Майнкрафту и что-то такое. Я быстренько написал в Ютубе, как снимать видео. И там самый первый ролик был про такую программу, как Фрапс. И Фрапс тогда, вот этот чел, которого я смотрел, Фрапс, он дал не крякнутый, не лицензионный, не какой-то там. Он снимал всего 30 секунд. И то есть я снял ролик 30 секунд и решил, ну, знаете, так, по руфлу залить его на канал. Без монтажа, без чего-либо еще. То есть 30 секунд, где там наверху написано www.fraps.com, либо .ru. Я не помню, по-моему там все-таки .com. Вот, я заливаю этот ролик. Вообще забываю про этот канал, забываю про то, что сюда выложен какой-то там ролик, что кто-то может его посмотреть, поставить лайк, там, написать комментарий и так далее. Скинул там парочки друзей, все-таки, ну, типа, ну, неплохо, охуенно, типа, классно. Вот, и месяца так через три, через четыре я захожу на канал. Там, блядь, 66 подписчиков, то ли 70, то ли 66, я уж точно не помню, где-то вот в этом промежутке. И на том ролике, блядь, 10 тысяч просмотров. Я, я, я в тот момент просто, я охуел. Как, почему, зачем, кто посмотрел, типа, вот эти вот 10 тысяч человек. И тогда я подумал, что набрать просмотры на ютубе может каждый. Набирается просмотры очень легко, если уж такое говно набрало вот 10 тысяч просмотров. Там были лайки, были дизлайки, дизлайков, естественно, было больше злых каких-то комментариев. Тоже было достаточно много, типа, умри там и так далее. Ты никогда не поднимешься и что-то наподобие того, вот. Ну, и можно сказать, эти комментарии сбылись. Я так и не поднялся, у меня там 8 тысяч подписчиков. Но так или иначе, обо мне знает весь самп-сегмент ютуба. То есть, абсолютно все самп-ютуберы так или иначе ждут. Кто-то из них, возможно, даже боится вот этих моих самп-обзоров, вот. Но не об этом. И я тогда решился взяться за ютуб. Решился тогда, знаете, достаточно серьезно начать снимать какие-то видеоролики. Чисто потому что мне это нравилось, потому что люди могли это смотреть и так далее. И мой самый первый ролик, который я серьезно сделал, был записан на какую-то программу. Я не помню, как она называлась. Там еще внизу, когда ты ее запускаешь, там такой оверлей есть. Там такая красная кнопка начала записи, типа остановки записи. Если кто-то знает программу, напишите в комментарии, жива ли она сейчас вообще. Просто программа была, насколько я понимаю, бесплатная и давала тебе возможность снимать практически в любом качестве до 720p. И вот, но при этом там качество, там битрейт был достаточно плохой. Но не об этом сейчас. Вот. И я, значит, сделал обзор модов по Майнкрафту. Обзор был на мод DivineRPG. Тогда, насмотревшись на ложке, я решил скачать вот эту его там сборку. Вот. И решил сделать обзор на мод DivineRPG. Как сейчас помню, обзор получился настолько говно, вот прям действительно такое полнейшее постное говнище. И тогда тот обзор набрал, блядь, 20 там, то ли 20, то ли 30 тысяч просмотров. Но если вы думаете, что это много, вы сейчас просто охуеете. Потом я скачал мод на перевоплощение. То есть, когда ты убивал какую-то зверюшку, ты мог превратиться в нее. Я сделал обзор на этот мод. Вот, опять же, говно там какое-то, типа, что-то такое качество вообще просто ужасное. Ничего не монтировал, ничего не знал, как делать. Вот. Значит, выкладываю на канал. И типа через там несколько недель, там, блядь, 100 тысяч просмотров. Я такой, ебать, это охуеть, это просто пиздец. Там, типа, и после вот этого вот всего ролика у меня было 300 подписчиков, наверное, подписалось. И было 100 тысяч просмотров. Это вот я набирал аудиторию на Майнкрафте. Потом, мне что-то этот Майнкрафт как-то надоел, там, и так далее. Было еще очень много, на самом деле, побочных, знаете, таких роликов. Типа, там, зашел, отснял, вышел. Ну, полная какая-то хуета. Не знаю, кто это мог вообще посмотреть. В целом, то есть, меня заслуженно критиковали... Не критиковали, а хейтили. Заслуженно хейтили. Ставили дизлайки. Потому что, ну, я полностью согласен с тем, что тогда делали. Потому что то, что я тогда делал, это было, ну, прям, полнейшее говно. После этого Майнкрафт мне наскучил. И я решил начать снимать летсплей по каким-то, знаете, там, флэш-играм. Вот этим трэшовым всем. Опять же, без монтажа. Я скачал тогда Бандикам, худшую программу в мире. Следующий видеоролик, наверное, будет о них. Хотя, не знаю, посмотрите. Восемь часов, там, каждый день ролики. Вот. То есть, я скачал программу Бандикам. И, то есть, начал снимать с рабочего стола, как бы, захватывать окно браузера. И тем самым, вот, делать вот этот вот контент весь по флэш-играм. Тогда на меня подписалось что-то в районе 50 человек. Было там 350, то ли 400 тоже подписчиков. Там не особо росли подписки. То есть, кто-то подписывался, кто-то отписывался. Тогда те ролики собирали уже вообще помалу просмотров. То есть, там, по 50, по 60 это был прям, ну, самый максимум. Прям, ну, прям столько, сколько можно было, в принципе, собирать. То есть, 50, 60 просмотров был максимум. Я тогда подумал, ёбаный рот, я всё проебал. Но, главный проёб в моей жизни заключался ещё не в этом. Дальше я вам расскажу. Вот. И я, типа, забил опять на канал, ушёл в какую-то там депрессию свою, более-менее такую. Вот. Ну, сложно это назвать депрессией. Просто ничего не выкладывал на канал. И после этого я возвращаюсь на канал. Там были ещё какие-то, ну, такие, знаете, побочные, неинтересные ролики. Я возвращаюсь на канал уже с какими-то историями из жизни. Историями, там, про себя, так далее. То есть, там, в то время ещё появлялись ролики CSGO говно и прочие такие, которые вы можете найти на канале Сдан Семён на основном. Вот. Появлялись вот какие-то такие побочные ролики, истории из жизни. Потом начались какие-то истории про себя, про свою сложную жизнь. Тогда у меня ещё... А, или подождите. Нет, по-моему... Не, по-моему, тогда тоже были вот эти ролики. Потом я их просто переснимал, как-то более лучше делал. Вот. И, то есть, полная хуйня какая-то была. Вот эти истории жизни, то есть, вообще не заходили. И тогда я как-то в рекомендациях случайно наткнулся на канал Андрюха Киевского. На видос «История фермера». Я такой посмотрел, ебать, самп. Самп до сих пор жив. Это был тогда, получается, 2015-2016 год. Я такой, ебать, вы что, самп жив? Серьёзно, в него, то есть, можно играть. В него до сих пор кто-то играет, серьёзно. Вот. И я тогда, то есть, скачал самп. И сервер, о котором я точно помнил, это был Advanced Rollieplay Orange. Просто меня когда-то давно, там, в году 2013-2014, назвали туда «Играть друзья». Вот. Я этот сервер запомнил и начал играть на нём. И после этого я спиздил у Андрюха Киевского формат «Выживание», который он, в свою очередь, спиздил у Тарк Кровопийца. Начал его снимать. И вот тогда я после, там, трёх-четырёх выпусков «Выживание» апнул целую тысячу подписчиков. Для меня это была, прям, недостижимая цель. Первая тысяча подписчиков. Господи, я к ней шёл, получается, я её апнул где-то в 2016 году. Получается, я до неё шёл три года. Три года до тысячи подписчиков. На кого-то там, я не знаю, за секунду тысяча подписчиков. Ну ладно, за секунду это точно нет. За минуту на кого-то там, на PewDiePie, на кого-нибудь ещё, на кого-нибудь там подписывается тысяча подписчиков. У меня этот процесс занял три года. То есть, всё это время я искал себя, не мог найти, снимал абсолютно всё, что только хотел. Вот. И получилось всё так, что вот я начал снимать самп. Потом вот эти выживания на Адвансе мне наскучили, и у меня опять настал какое-то, вот знаете, затишье. Я опять-таки не знал, вот что мне делать, просто вот что мне показывать людям, что снимать. И тогда появились заказы на рекламу. Активные прям заказы. Нет, до этого не было активных заказов на рекламу. Тогда я предложил сотрудничество проекту Grinch Rolly Play. За ролик они мне тогда платили что-то в районе 50 рублей. Чисто такая символическая сумма была я, по-моему, тогда на курсы SEO-оптимизации или что-то такое. Я не помню, я точно покупал какую-то хуйню по SEO-оптимизации, чтобы меня научили. Вот. Либо я платил деньги, чтобы там за меня эту SEO-оптимизацию делали. Неважно. То есть, я выходил буквально, ну, в ноль с роликов. Они тогда из-за SEO-оптимизации набирали там по тысяче, по 1700 просмотров. Где-то так, можете посмотреть. Вот. И, то есть, я не знаю, возможно, там... Да, ладно, это не суть. Вот. И, то есть, те ролики набирали там по тысяче, по еще сколько-то просмотров. И тогда у Данила Геррера, у человека, который я реально смотрю, сейчас без рофлов, то есть, появился такой некий рофл внутри своих, там, на Твиче мы часто рофлим. То есть, про Данила Геррера, то, что это мой лучший друг. До вот этого всего конфликта у меня с ним. То есть, я серьезно, я его достаточно долго смотрел. То есть, прям каждый ролик ни одного не пропускал. Ждал вот эти вот его обзорные сервера. Вот. И увидел у него ролик, как он открывает свой сервер Confidence RP. По его заверениям, этот сервер должен был быть похож на GTA Online. GTA Online. Я тогда просто взорвался, я такой, ебать, наконец-то. То есть, я со слабым компьютером, у меня не тянет GTA Online, я, в принципе, не могу в нее никаким образом поиграть. И тут приходит спаситель, Данил Геррера. И то есть, просто создает сервер в МТА GTA Online. Пришло время открытия сервера, я на него захожу и просто охуеваю. Сервер не то, чтобы не GTA Online, он не дотягивает до какого-то прям вот стартапа в Сампе. Прям буквально до какого-то низшего стартапа вот этого вот хуевого. То есть, реально, какой-то вот скелет хуевого вот РП сервера в Сампе натянули на МТА. Вот это вот был Confidence RP. Я, то есть, я не собирался этого терпеть. Я выпускаю обзоры на сервер Данила Геррера на Confidence RP. Вот. И то есть, скидываю в группу Confidence, в свободную группу Confidence, чтобы мой ролик оценили и вообще дали ему оценку. И тогда мне сразу же сказали, что люди, Данил Геррера, в частности, не хотел бы увидеть мой обзор. Но я настоял. Вы ему, пожалуйста, передайте данный вот обзорчик, чтобы он посмотрел. Тогда он просто не выдержал, написал мне сообщение ВКонтакте, что-то типа, твой обзор полное хуйня. Необъективно я подождал бы, пока сервер разовьется. И только тогда бы сделал обзор и добавил меня в чес. Абсолютно везде. То есть, во всех группах Confidence, в Геррера, Мафии, везде. И выпустил через несколько дней, недель, я уж точно не помню, обзор, типа, реакцию на мой обзор на его сервер. Его реакция тогда, чтобы не соврать, набрала что-то в районе 20 тысяч просмотров за неделю, возможно, там за две недели. И мой тот ролик просто задизлайкали. Могу объяснить из-за чего. Во-первых, там было большое количество рекламы. Прям реально, то есть, ее было дохуя. И, типа, я не готовился к обзору, вот как я сейчас, то есть, от всей души фигачу, то есть, искренне вам изливаю душу. Вот так же я сделал обзор на Confidence RP. Просто искренне пробомбил, там где-то запинался, где-то еще что-то. Вот. И таким образом я вывел Данила. И мне тогда поставили очень много дизлайков, и я подумал, хм, но я же в данной ситуации прав. Я же могу сказать, что я прав. Я могу его раскритиковать, я могу выразить свое мнение, потому что я просто могу. Я свободный человек, могу выражать свое мнение на своем YouTube-канале. И тогда я начал готовить самп-обзор. Самый первый самп-обзор на Данила Герреру. Тогда очень сильно хайпил, был вот конфликт именно немагии с Олегом Тиньковым. Поэтому я решил в самп адаптировать под самп вот этот формат их видео-обзоров на каких-либо людей. Только у меня это называлось самп-обзор. Я вообще, я такого не видел, чтобы кто-то критиковал самп-ютуберов. То есть, вообще такого не было до меня. Я вот это все запустил, и то есть, я выпускаю свой самп-обзор, и просто взрывается все. Взрывается Данил, взрываются его зрители. Многих обзор заставил задуматься. И тут уже количество лайков и положительных комментариев было больше, чем на вот том обзоре на Confidence. И количество дизлайков там минимальное. Просто у многих изменилось отношение к Данилу Герреру. Естественно, если бы я сейчас делал самп-обзор на Данила Геррера, он бы вышел, вышел бы не 10-минутный, а как минимум часовой. Мне настолько много есть, что про него сказать, но, к сожалению, такой вот самп-обзор на него, то есть, переобзор, я бы сказал, он выйдет только в том случае, если вот, либо мой основной канал удалят со всеми обзорами, тогда мне придется вообще все обзоры переснять. Либо удалят, вот, в частности, конкретно вот этот вот обзор на моем канале. Тогда я его пересниму с удовольствием. То есть, на часик спокойно могу переснять. Только не надо, пожалуйста, флажки кидать на тот ролик. Не надо, вы этим ничего не добьетесь. Вот. И, соответственно, я начинаю ебашить, потому что я понимаю, да, у меня получается в критике, народ ко мне прислушивается, люди все вот это слушают меня, все хорошо. Я начну ебашить самп-обзоры, то есть, друг за другом. Ну, не то чтобы друг за другом, то есть, в обзоре на Данила Геррера и в обзоре на Луняшу прошло, насколько я знаю, два месяца. То есть, обзор на Данила Геррера был где-то в августе, вот, а обзор на Луняшу где-то в конце октября или что-то такое. И то есть, если бы тогда не оплошность Луняши обо мне бы в самп-сегменте до сих пор никто не знал. Луняша на мой самп-обзор кинула мне страйк. Вы, наверное, понимаете, насколько это пиздец. Просто в сам кругах кидать кому-либо страйк, это равно, ну, это прям очень подлый прием, это равно, типа, удару по яйцам. Это то же самое, буквально. Это сейчас была цитата Андрея Киевского, если что, то есть, у него ролик на эту тему тоже можете пересмотреть. Вот. И после этого, после обзора на Луняшу, выходит на Новый год обзор на Большевичку, в котором я вскользь, вот, буквально вскользь, в одной из рисовки упоминаю страйк от Луняши. К этому прислушался Ангел Касада и решил выпустить свой ролик «Поясняю за Луняшу». И ролик настолько тогда зашел, то есть, настолько он начал набирать просмотры, что, во-первых, от меня тогда перестали отписываться, начали ко мне приходить новые люди, потому что тогда у меня было очень много рекламы, да и сейчас у меня ее, в принципе, дохуя на основном канале. Именно для этого и создан этот канал. В конце я еще объясню, для чего я конкретно создал этот канал. Вот. И то есть, начало выходить настолько дохуя рекламы и всего прочего, что прям, ну вот, просто пиздец. Вот. И Ангел Касада сделал ролик на Луняшу, который очень сильно завирусился, то есть, где только нельзя, то есть, он там упоминал меня несколько раз, то есть, всех, всю ситуацию обрисовал прям по красоте, адекватно, вот, как смог, так и сделал. За это ему, я до сих пор выражаю огромный респект, то есть, не побоялся, а высказал свое мнение. Красава. И после этого клубочек потянулся, вот это вот, чтобы все вот это разведать, узнать все о самп-ютуберах, то есть, понадобился именно вот этот конфликт с Луняшей. Мы-то, ну, по крайней мере, не мы, а лично я думал, что многие в ситуации, типа, с Ангелом Касада Луняшей и мной, там, более, наверное, лучше будет сказать с Ангелом Касадой Луняшей, то есть, я думал, что все, так или иначе, ну, большинство на стороне, большинство на стороне именно Ангела Касада. Вот, и каково было мое удивление, когда эта крыса выпускает, Луняш, про Луняш сейчас идет речь, когда вот эта крыса выпускает, блять, на своем канале ответку, и там вот эти хуесо, то есть, сейчас я вам это назову, Black Jesus, DAPA, они начинают, то есть, поддакивать, да, да, типа, мы за Луняшу, тогда я просто охуел. Но это еще не все, это еще не все. После этого, там, через некоторое время, вмешался со своими новостями никто иной, как Ярослав Бриллианидзе, Брул Игрек Офф Плей, Брилков Бекон, да похуй вообще, хоть как его можно назвать, это не так уж и важно. Вмешался тогда он, и тут-то все понеслось. В его ролике он попросил самп-ютуберов высказать свое мнение по поводу данной ситуации. И что бы вы думали, все самп-ютуберы, кроме Андрюхи Киевского, встали, блять, на сторону Луняши, не беря в аргументы то, что Луняш кидает страйки, Луняша занимается накруткой комментариев и много всего, то есть, они встали на их сторону. Вот, ну, я думаю, с этим уже затянул, с этим рассказом, вот. И то есть, пласт аудитории пришел именно вот с самп-овской, от Ангела Касада и от всех этих самп-обзоров. И то есть, понимаете, на вот канале Задан Семен, там аудитория, она какая угодно, но не самп-овская, она разношерстная. То есть, серьезно, какая-то аудитория пришла с Майнкрафта, какая-то с флэш-игр, какая-то с историей жизни, а какая-то пришла вообще с клипа. Я о клипе умолчал, ни слова не сказал. Был еще такой рекламный клип для одного из сайтов по Доте, то есть, там, лотерея скинов, все такое. И, то есть, после клипа, вот этого вот, я вскользко его упомяну, то есть, после клипа, вот по этой Доте, как раз-таки, на канал пришло рекордное количество человек. Я не знаю, возможно, сайт накрутило это количество человек, возможно, еще что-то, но за, получается, две тысячи просмотров, которые были изначально на клипе, от них пришло, если верить статистике Социал Блэйда, пришло аж тысячи человек. Естественно, у меня есть подозрение, что эти, эту тысячу человек накрутил как раз-таки вот этот сайт, потому что, ну, я не знаю, для чего это им нужно было, потому что другим конкурентам, финалистам не накрутили, ну, не знаю. То есть, списали вот с этой тысячи человек, списали сотку, то есть, вся остальная тысяча осталась там. И, то есть, вы понимаете, на канале Задан Семен, то есть, исконно с Амповской аудиторией, наверное, тысяча, там, тысяча-две. И, то есть, для чего я создал этот канал? Я хочу этот канал посвятить полностью вот критике самперов, то есть, полностью вот критика. Те, кто любят критику, подписывайтесь, то есть, постараюсь выпускать какие-то критические и плюс-минус там отдаленные, ну, не отдаленные, а плюс-минус похожие видосы на критику, то есть, каждый день 8 часов. В чем суть данного канала? Суть данного канала в том, что тут я соберу исконно с Амповской аудиторией, если соберу. А тут я собрался выпускать каждый день ролики в 8 часов. Если в какой-то день я не выпустил ролик 8 часов, в следующий день я выпускаю 2 ролика. Если в следующий день 3 ролика, то есть, вот так, чтобы ролики не пропадали. И, таким образом, я хочу, чтобы вам, во-первых, я хочу, чтобы вам всегда было, что посмотреть на Ютубе. И, во-вторых, то есть, я действительно хочу собрать вокруг себя только САМповскую аудиторию, потому что то, что есть на том канале, какие-то Майнкрафтеры там, еще кто-то, это меня абсолютно не устраивает. То есть, я вот именно хочу вот на этот канал набрать САМП-аудиторию. И, то есть, для этого я буду выпускать ролики каждый день в 8 часов по московскому времени. И вы, наверное, хотите спросить, а как долго вот это вот будет продолжаться? Я выпущу тысячу роликов. Я не знаю, сколько у меня это займет. Год, два, там, три. Не знаю, сколько. Ну, то есть, каждый день ролик. Всего должно выйти тысяча роликов. И, то есть, в чем моя задумка? На Ютубе вы вряд ли сможете найти канал, на котором есть тысяча роликов и нету никакой аудитории. Это прям исконное исключение, когда человек просто ебашит говно. А я буду стараться над роликами, то есть, каждый день их выпускать, делать без рекламы, без всего. Выпущу тысячу роликов и буду смотреть, что из этого получится. То есть, серьезно, у меня задача вот именно такая. Вот не наберу я нисколько аудитории. То есть, будет у меня ноль подписчиков, на каждом ролике там будет по одному просмотру, это мой. Ну, значит, я этого заслуживаю. Значит, ну вот, я такой человек. Ну, что ж поделать. Значит, мне нужно не в сам критике двигаться, а в каком-нибудь другом направлении. Создам еще один канал, на него буду каждый день 8 часов заливать ролики, по тысяче роликов залью, вот там, сколько это времени займет, неважно. И, то есть, буду вот таким образом себя пробовать. То есть, с Ютуба я хоть как никуда не уйду, если, конечно, мне не дадут бан какой-нибудь там по личности, как на Твиче и так далее. Вот, поэтому здесь я буду стараться выпускать ролики каждый день 8 часов. Вы хотите меня спросить, что же будет вот с основным каналом The Dance Semen, то есть, который написан английскими буквами, а не русскими, как этот. С этим каналом не будет ничего, там, по идее, также будет 3 ролика в неделю, все они будут рекламные, потому что, ну, чтобы на этом ролике обеспечить полное отсутствие рекламы, нужно на том ролике выпускать рекламу. Ну и к рекламе я, наверное, тоже буду подходить как-то с творчеством, как-то не без души ее делать, но я посмотрю, как это все будет. Основной упор будет делаться на этот канал. Поэтому, если я вас заинтересовал или заинтересую, подписывайтесь. Но у меня есть одно условие. Если вы подпишетесь просто для того, чтобы меня поддержать просто для галочки и не будете смотреть ролики, вы такие, в принципе, не нужны. То есть, если вы готовы подписаться и смотреть мой каждый ролик, оставлять под ним либо лайк, либо дизлайк и оставлять комментарий, а комментарий не обязательно, но какая-либо оценка от вас, лайк или дизлайк обязательно, то не подписывайтесь. То есть, если вы не сможете это делать, если вы подписываетесь с условием того, что вот вы будете смотреть каждый ролик, не пропуская ни один и оставлять какую-то свою оценку, тогда да. Я наговорил уже практически, получается, на полчаса. Кто досмотрел, спасибо большое, кто не досмотрел, ну, бывает. Кто еще захочет слушать тут мой нудный диалог, как я тут запинаюсь. Но лично я считаю вообще то, что всяким блогерам и так далее, ораторам, в частности, вот этим ютубовским, нужно отказаться так или иначе от сценариев. Потому что вся искренность человека мы можем увидеть ее только тогда, когда он говорит не по бумажке, когда он говорит от чистого сердца. Я, то есть, на первом канале, вот на этом, на моем основном, задан Семен, который английским буквами написан, каждый ролик был по сценарию. То есть, ни слова нельзя отшагнуть от сценария. Этот ролик без сценария, то есть, я ничего не вырезал, тут вообще не будет никакого монтажа, то есть, все как есть, все таки сделаю. В общем, чуваки, если вы дослушали до этого момента, то хочу вам сказать, ролики каждый день в 8 часов. Я вас заебал с этой фразой, но она теперь будет в начале каждого ролика на этом канале. Ролики каждый день в 8 часов, критика и отдаленно что-то похожее на критику. Если вы подписываетесь, спасибо вам большое, если не подписываетесь, ну, значит, есть на то причина, значит, я не достоин вашей подписки. Всем спасибо за то, что прослушали этот мой монолог, подкаст или я не знаю, как это назвать. Излил вам, так сказать, душу, рассказал все искренне, от чистого вот сердца. Я не знаю, я не знаю, поверите ли вы мне, что я данный ролик записываю полностью без сценария, потому что, ну, как бы я смог написать сценарий просто на полчаса. То есть, сценарий, он максимально уменьшает весь пласт работы. То есть, сценарий и техническое задание, в частности, оно уменьшает, то есть, весь вот этот разброс по всем темам. Это даже вот я в блокнот, в какой-то не выписал микротемы, рассказал, возможно, чего-то лишнего, возможно, чего-то не под тем, возможно, в каких-то местах полил воду. Но, так или иначе, ну, я думаю, что я рассказал все искренне, то есть, ничего от вас не скрывал. Но сценарий на 30 минут, наверное, то какой-нибудь сам по обзору, то там эти, знаете ли, обычный монолог, он перекрывается там всякими вставками, видосиками и многим другим. Вот. И, как мне кажется, я сказал все, что я хотел, излил вам душу, постараюсь выложить на данный канал тысячу роликов, там займет 3-4 года тоже это. Но, так или иначе, то есть, если ролики там, если я вообще ничего не добьюсь, то есть, будет там 100 подписчиков на роликах, там, по 20 просмотров стабильно, ну, это, это хоть что-то. Не то, чтобы ничего, ну, значит, я, значит, я банально буду недостоин, вот, сам по критике, если на меня, если вот на меня не подписываются, логично, что вот я недостоин. Я считаю, что во всех своих бедах нужно винить только себя, потому что во всех своих бедах виноват никто иной, как ты, вот. Ну, а кто же будет еще виноват-то, если, по идее, типа, все, что ты делаешь, это все твои проблемы, никто за тебя ничего не сделает, никто тебе не даст билет в один конец. И, понимаете, до твоей популярности пройдет одна... То есть, ты станешь популярным за секунду, но вот до этой секунды, до вот этой твоей сладкой популярности, вот этой, которую ты, возможно, хочешь или не хочешь, неважно, так или иначе, каждый хочет, чтобы его смотрели, а просмотры — это популярность. И я буду говорить вот такими вот общими словами. И, то есть, вот до этой твоей популярности, до вот этой твоей секунды, до которой ты, за которую ты станешь мега популярным, то есть у тебя будет много денег и так далее, может пройти день, час, минута, неделя, год, возможно, один век, возможно, ты будешь снимать ролики на протяжении всей своей никчемной жизни, и только под конец вот этой своей жизни, несчастной, просто как миллиардов других людей, когда ты уже будешь умирать, окажется так, что ты вдруг стал популярным, либо вообще ты стал популярным только после своей смерти. Если бы ты не умер, ты так и бы не стал популярным. Ладно, я уже стал какую-то жути нагонять по поводу всего этого, я не хотел вот так затягивать этот ролик, я думал, он выйдет минут на пятнадцать, по итогу этот вот какой-то мой импровизированный подкаст вышел на полчаса, я надеюсь, что так или иначе у меня что-либо получится, ну, если нет, так нет. В общем, ладно, чуваки, всем спасибо, всем пока, если дослушали до этого момента, вы прям красавчик. Пока. Продолжение следует...